Памятники воинам Великой Отечественной Практически в каждом российском селе. А вот памятники труженикам тыла в сельской местности – редкость. В селе Семьяны в память о тружениках тыла решили создать целый мемориал. Мы собрались здесь для того, чтобы открыть новый памятник. Памятник, которых на нашей воротынской земле еще нет. Памятник труженикам тыла. Вот этот обелиск – это память, знак памяти, знак благодарности, знак признательности труженикам тыла. Знаете, он был создан благодаря объединению Министерства сельского хозяйства, администрации района, управлению сельского хозяйства и акционерное общество Семьянское. Да, народ забывает все эти события. У нас девиз – возродим память. Жалко, на обелиске нет имен, героев труда в тылу. Это потому, что не было учета. Но есть планшеты, на которых отражены общие подвиги тружеников тыла. Этот обелиск, я считаю, думаю, что он будет самым знаменательным из всех, что есть в Семьянах. Стоимость этого проекта – 3 миллиона рублей. Главный спонсор – государство. По программе комплексного развития сельских территорий 2 миллиона выделил федеральный бюджет, 700 тысяч – областной. Остальные деньги собирали всем миром. Суммы, если чем больше народу, небольшие, то есть, в принципе, вытягиваем. Основная часть, конечно, это спонсорская помощь. Это местные сельхозпредприятия? Местные сельхозпредприятия. А примерно сколько вот, ну, с каждого дома сложились на этот мемориал? Ну, там сумма была в 90 тысяч. Это на все село, да? На все село. То есть, ну, кто сколько давал, то есть, там, по разным суммам. От каждого по возможности? Да, от каждого по возможности. То есть, ну, там по-разному, я сумму не буду озвучивать, но, то есть, по возможности. Кто 100 рублей, кто 1000 рублей? Да, кто 5000 рублей, вот. Тут фермер местный тут немножко помог, Дмитрий Серов, то есть, тоже вложение сделал. Ну, так потихонечку скребли. На подобные социальные проекты здесь, в Семьянах, наскребают уже 8 лет подряд. Сусеки, по которым скребут, немалые, поскольку каждый год вкладывают в социальное развитие села миллионы рублей. Перед этим, год назад, у нас было асфальтированные площадки, детские площадки, как бы зона отдыха. Военная техника здесь появилась раньше, и вот сегодня должное воздается тружникам тыла. Вот так совместно мы продвигаем вот зону благоустройства парка. Надеюсь, что и дальше будет движение, и он будет обновляться и улучшаться. Старт всем этим социальным преобразованием в Семьянах был дан в 2014 году. И, что особо приятно, приложила к этому руку и программа «Земля и люди», которую вы сейчас смотрите. Именно в 2014 году мы предложили местной администрации провести конкурс школьных сочинений на тему «Каким я вижу свое село в будущем?». В это мероприятие активно включилось местное сельхозпредприятие, став его спонсором. И при подведении итогов этого конкурса была выдвинута идея создать в селе парк боевой и трудовой славы. Идею поддержали единогласно и начали реализовывать этот проект. Через год, в 2015-м, установили новый памятник участникам Великой Отечественной войны. Опять же, спонсором стало сельхозпредприятие «Семьянское». Оно же за свой счет покупало все эти пушки. И сегодня, с открытием памятника труженикам тыла, все это стало единым мемориальным комплексом. Именно с этого комплекса и начинается парк трудовой и боевой славы села. В прошлом году была проведена работа по... провели тротуарные дорожки, то есть по этому парку. Построены две детских площадки. То есть устанавливается военная техника с помощью нашего спонсора, так сказать, колхоза ОО «Семьянское» в лице Владимира Михайловича Авдеева. Это все в дальнейшем будет процветать. То есть площадь общая этого парка 4 гектара. То есть на данный момент она еще не вся заполнена. И думаю, что в программах, которые сейчас в данный момент в Российской Федерации существуют, то есть мы будем пытаться участвовать в каждой. Зоны отдыха в парке, так же как и мемориал памяти, построили по программе комплексного развития сельских территорий. Только годом ранее, в 2021. И тогда же, в 2021 году, в селе открыли музей. Открытие приурочили к дню пограничника. Даже пограничный столб перед входом в музей установили. Он тоже стал своеобразным памятником. Редко очень, когда бывает, люди откликаются с такой уверенностью в том, что они хотят заниматься этим делом. И ваше село, ваш район, если честно, я хочу вам сказать большое спасибо за то, что вы согласились работать с нами. Все, что от нас зависит, мы для вас делаем и будем делать. Учим, помогаем как можем. Но главное – это ваше желание. Оно есть, дай Бог, чтобы оно так же оставалось. Когда переходишь вот эту нашу границу и заходишь в музей, это четко показывает, что случилось, когда нарушили границу, да? И мы видим то, что получилось в этом музее. Это страшные года нашей Родины. И вот, чтобы этого не случилось, это должны знать мы, напоминать нашим детям и внукам. Приводить их сюда чаще, рассказывать им вот это все. Чтобы они рассказали своим детям, чтобы этого не было. И вот поблагодарить мне хочется вот этих всех людей. Сказать большое-большое вам спасибо на самом деле. И хочется пожелать, чтобы мы не забывали об этом, чтобы наша граница всегда для врагов была на замке. Кстати, табличка на пограничном столбе – оригинал. Она когда-то висела на таком же столбе на границе страны. Это подарок руководства поискового отряда застава святого Ильи Муромса, с которым семьяны плотно сотрудничают. В селе шутят. Теперь, говорят, у нас есть пограничный столб, самолет. Его установили еще в 90-е в память об уроженце села, летчике, героя Советского Союза Малове. Осталось только приобрести корабль или подводную лодку. И все виды войск в селе будут увековечены. Здесь у нас вот саперные лопатки разные. Вот эти вот еще от царских времен. Потому что, ну, как там клепками отличаются они, если смотреть, должны быть клеймо, но не видно основного клеймо. Вот здесь только немножко видно. Есть штык-ножи. Тоже вот реставрируют у нас мужчины это все. Татьяна Егорова – создатель этого музея. Сельхозпредприятие «Семьянское» – главный спонсор. Здесь все создается и держится на энтузиазме неравнодушных людей. У нас 15 человек, у нас трое взрослых и остальные дети. Ну, дети, как они, им старше 14 и уже 20 некоторым. Вот они приезжают, кто-то учится, кто-то в школе, кто-то уже в институтах, в техникумах. Приезжают вечерами. Тут мы приходим, делаем. Ну, конечно, не часто, но бывает такое. Раз-разово пришли, что-то сделали, что-то нужно сделать. Еще вот нам помогают местные жители очень. У нас вот Миша Репин, он вот мастер по, как сказать, по дереву, что ли, не знаю, как это назвать. Ну, он на все руки, мне кажется, мастер. Что-то не понимаем, Миша придет, Миша поможет, я не знаю. Потом у нас есть здесь вот Проленков. Для отца, что, отчество, не знаю, это он тоже. Пожалуйста, приходите. Вплоть до того, что принтер у нас сломался, уши унес, принес на следующий день, все готово. Ну, помогают прям люди, приходят, помогают. Поэтому мы, это нас много. То есть в селе есть интерес к музею? Конечно. И самое важное, наверное, приносят все сюда экспонаты. И какие-то вещи, действительно, ну, кто-то, конечно, жалеет, а кто-то приносит, вот, наьте, вот вам здесь, пусть хранится здесь. И вот действительно большое спасибо им, что они доверяют, что здесь какие-то вещи, чтобы хранились. Несколько лет назад судьба свела директора хозяйства Семьянской с руководителем поискового отряда застава святого Ильи Муромца. Разговорились. Здесь поисковики предложили создать в селе свой поисковый отряд и примкнуть к ним. И вот уже несколько лет подряд местные школьники во главе с Татьяной Егоровой выезжают на места боев Великой Отечественной на раскопки. Нижегородские поисковики, возвращаясь с поисковой экспедиции из города, из-под города Белого в Тверской области, привезли солдатский медальон, металлической капсуле, очень тяжелый медальон. Ну и вот буквально несколько дней назад мы смогли его раскрутить. И первое то, что я как бы увидел, на вкладыше медальона было написано «Горьковская область». Многое из того, что дети нашли во время поиска, стало экспонатами музея. В Великой Отечественной посвящена самая большая экспозиция этого музея. Отдельный зал посвящен фронтовикам-односельчанам. У меня какой-то в голове щелчок произошел, когда собирали на беспертный полк фотографии. И мы же не приходили домой, я не приходила же домой и говорила так, дайте мне фотографию, ушла. Я приходила, спрашивала, люди начинают рассказывать. И я понимала, что действительно боль еще, вот такая та еще боль. И кто-то говорит, вот мою папку там, и нигде не написано, или там мой папка то-то, мой дядя там, или еще что-то. И в ходе этого я стала искать по сайтам, 14 человек нашла, кто считали просто безвести пропавшимися, вот родственники. И просто я поняла, что как-то, не то что, наверное, через себя что-то пропустила это все как-то. И вот мне стала как-то интересна эта тема вообще, в принципе. И я вот стала просто собирать вот это все. Еще один зал посвящен односельчанину, герою Советского Союза, Малову. Есть зал крестьянского быта, зал советского времени. Это все в процессе формирования, постоянно пополняется экспонатами. Музей-то молодой, ему всего полтора года. И после его открытия местные жители несут экспонаты из своих запасов. Есть у нас комната, которая готова под колхоз, под историю колхоза. У нас очень много тоже материалов собралось. И даже, если честно, вот на днях уже звонят, в архивах нашли какой-то ящик с какими-то материалами нашего колхоза. Вот все нам предоставят, сказали, все-все-все. Вот, потом у нас зал еще будет, не то что зал, это я комнату еще одну хочу сделать под ткацкий станок. У меня все-таки желание почему-то собрать его. Запчасти есть отдельные, вот все-таки, наверное, найдем мы все-таки его. И я хочу, чтобы прям, ну, во-первых, и я даже не видел как-то на нем. Но почему-то желание есть. Но он большой, вот, наверное, в такой комнате уберется у нас. Потом у нас очень много экспонатов, которые не выставлены. Мы какие-то сейчас выставки сделали, и это все будет меняться, например, это все. Гости в Семьяна приезжают часто. Местные сельхозпредприятия в области числятся в передовиках. Сюда едут учиться, перенимать сельскохозяйственный опыт. Но посещение музея, как и посещение местного храма, всегда входит в обязательную программу этих визитов. Храм этот особый. Почему? Потому что не в каждом даже в городе такой есть храм. Он трехпрестольный, трехпрестольный. То есть самый главный престол в честь архиестра Тихого Божия Михаила, который мы с вами видим. Другой престол у нас в пределах в честь бесребренников и чудотворцев Косьмы и Дмьяна. И третий престол в честь святителя Николая, архиепископа Мерликиского и чудотворца. Этот храм был рассчитан на 1060 человек. Но на самом деле, когда я сюда пришел в 1982 году, люди ходили в праздники, в воскресные дни. От 600 до 900 и до 1000 человек было. Основной финансированный у нас Владимир Михайлович Авдеев. Это генеральный директор ООСИ Мьянская. Он вообще нас поддерживает. Любые наши какие-то капризы, ну в пределах, конечно, разумного. Но и на выставке вот эти делали, вот эти ящики военные, а хотя бы стекло. Это реально дорого. Попросили, я пишу там что-то, что нужно. Выделяют нам. Выделяют они нам на поисковые, на вахты памяти ездим с детьми. Выделяют даже на взрослые вахты, если у нас нет денег ехать. Вот телевизор нам купили сюда, чтобы у нас есть зал для мероприятий, чтобы можно было прийти и действительно посмотреть, чем мы занимаемся. Потому что на словах объясняешь просто. Люди не видят это. Да, когда мы покажем видео, там как копаем, как перезахоронение идет, как это все действительно. Поэтому нам нужен был телевизор. Вот еще планируем интернет привезти. И Владимир Михайлович сказал, что, как сказать, он нас спонсирует в этой. Открытие мемориала труженикам тыла – это очередной, но далеко не последний этап развития села. У энтузиастов во главе с директором хозяйства планов громадьем. Хотят в парке сделать две аллеи с военной и сельскохозяйственной техникой советского периода. На прудах установить понтоны с беседками. Рядом с селом есть точка конфлюенции. Это место, где пересекаются цельноградусные параллель и меридиан. Такие точки очень популярны среди туристов и путешественников. Это место тоже хотят облагородить и сделать привязку к селу. Чтобы люди сюда ехали целенаправленно. Чтобы посетили все памятные места. И чтобы по всей России говорили, что в Нижегородской области есть такое село Семьяна, где живут удивительные люди, энтузиасты, которые неравнодушны к судьбе своей малой родины.